Насад Кейджи представляет Шейх Абдишу Куражи Нарматов Три вещи, которые любил пророк Мухаммад, саллиллаху алейху ассалям. Наш пророк, алейху ассалям, в одном из хадисов говорил, «В жизни Аллах мне даровал любовь на три вещи. Любим ли мы то, что любил наш пророк, алейху ассалям? К скольким вещам Всевышний Аллах одарил пророка любовью?» К сожалению, наши нынешние люди берут две вещи. На одну вещь совсем не обращают внимания. Берут несколько вещей и также обращают внимание только на одну из них. Только и говорят, это делал пророк, так и нам надо делать. Вы хоть знаете, что пророк, алейху ассалям, делал? Первое. Посланник Аллаха, алейху ассалям, пророк Мухаммад, очень любил благовония и всегда пользовался ими. Когда пророк, саллиллаху алейху ассалям, кого-нибудь гладил по голове, тот человек, когда приходил домой, благоухал запахом пророка. И запах от него оставался на неделю или на месяц. И всем было известно, что его гладил пророк, алейху ассалям. Мы в каком мазхабе? В мазхабе Абу Ханифа. Абу Ханифа, да, он был красавцем. Он был самым красивым мужчиной. Абу Ханифа любил красиво одеваться и подбирал качественные материалы. И если Абу Ханифа свой намаз читал, допустим, здесь, все знали бы, что здесь побывал Абу Ханифа. Почему? Потому что его запах оставался там, где он побывал. А сегодня, заходя в мечеть на какое-то место, почитать намаз, чувствуешь запах носков, вонь. Абу Ханифа был самым чистоплотным мужчиной, красивым, любил благоухающие ароматы, всегда был чистый опрятен. Однажды Абу Ханифа своему современнику-другу дал денег и сказал, пожалуйста, приведите себя в порядок. Тот ответил, о, Абу Ханифа, зачем ты даешь мне деньги? У меня есть все, богатство, товары, зачем ты даешь мне свои деньги? Тогда Абу Ханифа сказал, раз у тебя есть богатство, деньги, почему ты не приведешь себя в порядок? Действуйте по хадису пророка Алейиссаляту Ассалям. Этот хадис таков. Аллах, одаривая тебя всем, хочет видеть, чтобы его дары были видны и использовались во благо. Раз тебе Аллах дал богатство, надевайся красиво, хорошо. Что ты будешь делать с даром Аллаха? Он хочет его видеть на человеке. Уважаемые мусульмане, если у вас есть возможность, богатство, скот, тогда живите в хорошем доме, одевайтесь хорошо, ездите на хорошей машине. В этом нет ничего страшного, нет ничего плохого. Если ты будешь носить старье, не думай, что ты близок к Аллаху. Если от тебя пахнет потом, ты близок к Аллаху? Так вот, что же нравится пророку? Алейиссаляту Ассалям. Благоуханье. Второе, что любил наш пророк, Алейиссаляту Ассалям, прохлада глаз моих, молитва, намаз. Сегодня, если глаза увидели доллар, джип, автомобиль, или увидишь сад, то сразу радуешься. Еще что-нибудь такое подобное. О-о-о. Глаза пророка, Алейиссаляту Ассалям, радовались при чтении намаза, когда увидит место, где делают садж до земной поклон. Пророк, Алейиссаляту Ассалям, радовался, когда перед Творцом стоял на намазе. Если Аллах не повелит тебе, ты не сможешь сделать земной поклон. Если бы Аллах не повелел, ты бы не пришел сюда. Но ты пришел. Во время намаза радуются мои глаза. А сегодня мы говорим, а, пришел Дамла и протянул сильно. Уже пол второго, мог бы и закончить. Значит, глаза пророка, Алейиссаляту Ассалям, радуются во время намаза. Но, к сожалению, как я говорил, многие не берут две, используют одну. Третья, Анниса, женщина. Пророк, Алейиссаляту Ассалям, любил своих жен, с которыми был обручен. О, наш пророк любил женщин, нам тоже надо жениться. Говорят, и только это и делают. Не благоухают, не рады чтению намаза. У 부탁 для ответа. Продолжение следует...